Дорогие студенты, тема нашей сегодняшней лекции – заболевания внутренних органов у раненых. Весторальная патология при огнестрельной и минно-взрывной травме. Постравматическая весторальная патология по опыту Великой Отечественной войны встречается почти у каждого третьего раненого. В 1921 году, когда был обопущен опыт медицинского обеспечения ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан из 3400 раненых, весторальная патология была выявлена примерно в 30% случаев, патология органов дыхания в 15%, системы кровообращения в 10%, пищеварения в 5% случаев, мочевызвление более 30% и системы крови более 20% случаев. В первой чеченской кампании тоже такие же статистические данные, 27,6% от всех раненых приходилось на вестральную патологию, патологии системы крови более 20%, мочевызвление 14,8%, система дыхания около 10% и по частоте поражения, в зависимости от локализации характера ранения, на грудь приходилось 93,3% живота, раненых был 92,1% случаев, и проникающее ранение черепа более 95%. Что такое травматическая болезнь, которую мы закономерно обсуждаем в данной теме? Это совокупность эффектов повреждения и компенсаторных реакций организма, определяющих его жизнедеятельность от момента травмы до выздоровления либо гибели. Патогенез травматической болезни. Травматическую болезнь в свой вклад вносит и массивные некрабиотические измененные процессы в тканях, и системная гипоксия, и нарушение периферического кровообращения, микроциркуляции, добавляют в свою роль хроневая инфлюкция, патологическая оперентная инфлюкция, кровопотери и т.д. Периоды травматической болезни. Первый период – острый, шоковый. Второй период – неустойчивая адаптация и ранних осложнений. Следующий период – устойчивая адаптация. И далее – период исходов, выздоровлений или уедений. Острый период – шоковый. Длится до конца первых суток. Нарушение анатомической ценности органов и системы, кровопотери, переохлаждение, перегревание. И клиника травматического шока, в принципе, сродни всем органопатологическим изменениям при шоке. И следующий период со вторых и седьмых суток – период неустойчивой адаптации ранних осложнений, обусловлен нарушением регуляторных механизмов, дезинтеграции тканей в области травмы, изменением иммунологического статуса, присоединением бактериальной инфекции. И относительно уже адаптации организма характеризуется, пусть не всегда это видно на этой стадии. Осложнение в данный период – нарушение геномиостаза, токсико-дезорктивная лихорадка, может быть сепсис, моно- или полиорганная недостаточность. Период устойчивой адаптации начинается с 3-4 недель. При успешной профилактике инфекционных осложнений, ведущим становится трофические расстройства. Период выздоровления может затягиваться до года и более. Раневой сепсис, в отличие от гнойной резорктивной лихорадки, это общее инфекционное заболевание, обусловленное местным очагом гнойной раневой инфекции, но потерявшее с ним связь. Далее, травматическое истощение, тоже такая дефиниция, это тяжелый дистрофический процесс, возникающий при длительном нагноении у раненых. Травматическое истощение, тоже пару слов про него скажем. Клинические правления, может появляться кофекции, прогрессирующая атрофия всех органов и систем, возможны с пиротическими изменениями. Характерно также при длительном текущих нагноительных процессах развития аналоидоза. Также вносит свой вклад анемия, утверждяющая состояние пациента. По классификации патологических изменений внутри органов у раненых, можно выделить изменения патогенетически связанные с травмой, они же делятся на общие синдромы и органопатологические изменения. Бывают первичные и вторичные. Также нужно не забывать, что во время боевых действий обостряются интеркурентные инфекции. Какие-то могут быть психологические, безусловленные виды патологии, фоновые заболевания. Что касается первичных органопатологических изменений при травме, со стороны легких, это могут быть пульмониты, ушибы, ателлектазы, пневмотороксы, гемопневмотороксы, острая эмфизема легких, баротравма, острая пневмония первичная, острая дыхательная недостаточность, со стороны сердца, ушиб сердца, разрыв с гемотикардом, тампонадой, перикардит, травматические пороги сердца, острая сердечная и легочно-сердечная недостаточность, со стороны почек, ушибы, кровоизлияния, со стороны желудочно-кишечного тракта, кровоизлияния, разрывы паренхоматозных и полых органов, и со стороны системы крови чаще всего это постгеморрагическая анемия. Вторичные органопатологические изменения при травме, со стороны легких, респираторный дистресс, синдром взрослых, жировая эмболия сосудов легких, тромбоэмболия легочной артерии, ателлектазы легких, вторичная пневмония, абстрессы, гангрены легких, эмпиема, пневмония, дыхательная и легочно-сердечная недостаточность. Стороны сердечно-сосудистой системы могут быть вторичные воспалительные изменения, эндокардиты, миокардиты, перикардиты, в дальнейшем прогрессирует миокардия дистрофия, может быть вторичный инфаркт миокарда, трансцензорная гипертенция, неизущественное скорое обращение как осложнение. Стороны почек. Традиционно почки одними из первых реагируют в шоковую фазу. Шоковая почка, инфекционно-токсическая непропотея, в дальнейшем может развиваться инфаркт почки, фионефриты, постоматозные нефриты. Стороны органов пищеварения. Часто вовлекаются желудочно-кишечный травм, также возможны токсические гепатиты, порезы кишечника, водопроявление острого живота. Предшествующие заболевания делятся на фоновые, это хронические болезни с обострением или без обострения на фоне ранения, экологически обусловленные виды патологии, дефицит массы тела, элементарная дистрофия, дегидрозация, перехлаждение, перегревание и интеркурентная инфекция. Это остроинфекционные болезни, отрегащающие течение травматической болезни. Также аллергические реакции и осложнения приемных лекарственных препаратов. На примере поражения легких, глистерийная травма, значит, факторы, которые влияют на поражение легких, снижение монодологической резидентности организма, нарушение центральных механизмов регуляции дыхания и кровоснабжения, нарушение самой механики дыхания, и в итоге из-за нарушения микроциркуляции легких, от электазы кровоизлияния в ледочную ткань, нарушается дренажная функция блонхов, также не исключается механизм аспирации, и все это приводит к возникновению гипоксии. Объяснить клинику патогенез пульмонита можно просто пульмонит, это первичное поражение по ходу раневого канала, без вовлечения как право инфекционного агента. Клиника достаточно неспецифична, кровохаркание, боли в грудной клетке, отдышка, притупление перкутурного звука, выявляем при обыкционном исследовании, ослабление дыхания при аскультации. В крови также отмечаются меренный лейкоцитол, меренное повышение соя, на рентгенограмме выглядит как неоднородная очаговая инфентрация, также могут быть признаки от электаза. Спичный рентгенологический снимок при пульмонитке. Кровоизлияние в легких чаще всего, конечно, наблюдается при ранениях грудной клетки и черепа также. При ранениях легкого локализуется как на стороне поражения, так и в другом легком. Лечена кровоизлияния различна и чаще всего при кровоизлияниях в легких фиксируется размер от 1 до 3 см в диаметре разбросанные очаги чаще всего в обоих легких. Клиника сразу после ранения появляется кровохарканье, кашель, боли в грудной клетке, одышка. Патогенеза клиника травматического апеллектаза. Апеллектаз обусловлен разрывом обтурации бронха и проявляет себя клинической одышкой, цинозом, отставанием поврежденной половины грудной клетки при дыхании, ослаблением голосового дыхания и дыхания объективно. И на рентгенографии отмечается смещение средострения в поврежденную сторону, высокое состояние купола диафрагмы, застремление уменьшением в объеме спавшегося легкого, увеличение прозрачности и расширение интактных легочных полей. Рентгенологическая картина апеллектаза представлена на слайде. Картина рентгенологическая травматического флеврита касаясь жизнести может быть как осложнение пневмонии. Респираторный дистресс синдром взрослых как правило является исходом тяжелого инфекционного процесса или тяжелой травмы. Часть возникает на фоне шокового легкого проявляется двухстадийно. Первая фаза это интерстенциальный отек, вторая фаза альвеолярный отек. Попадение хлопья в фибрина из отечной жидкости, появление гиалиновых мембран, уменьшение образования сонфактанта на фоне гипоксии. Это характеристика респираторного дистресс синдрома. Может быть заподозить клинические при возникновении остеодыхательной недостаточности, цианоз, тахитное, артериальная гипоксимия, как правило нормальное содержание углекислоты в крови на фоне декомпенсированного метаболического ацидоза. Генгенологическая картина респираторного дистресс синдрома с этими легкого. Пневмония в принципе не специфична, управляет себя как и любая другая пневмония, рентгенологически выглядит практически так же. Первичная пневмония встречается реже, чаще всего пневмония это вторичное поражение легких и вторичная пневмония по эпилологии, по патогенезу бывают аспирационными, гиперстатическими, ателлектатическими, токсикосептическими и также нужно подчеркнуть, что пневмонии возникают не только при ранениях в грудь, достаточно высока частота пневмонии при ранениях других локализаций. Нагноительные процессы в легких первичная апстез характеризуется острым началом, бордным течением, сходные аспектативные данные, появление упражнения в 14-е сутки одиночной полости гнойного распада с обильным отхождением гноя, со следующим спадом интоксикации и распасыванием инфильдрата характеризуется первичной обстыть легкого. Общая продолжительность процесса, как правило, растягивается даже до 2-х месяцев. рентгенологическая картина видна полость уровня жидкости означает, что дрингируется. Также может быть вторичное абстезирование на фоне уже имеющегося инфентративного процесса на фоне умеренного интоксикации развивается происходит ухудшение самочувствия, развивается гипотическая температура, хракирующаяся проливными потами после спадения температуры, отечностью грудной ответки на стороне повреждения и также психическим процессом реально теряется вес и появляется бледность кожных покровов и при функции клевры нередко мы получаем угновенное содержимое, то есть может быть и вторичное инфиема клевры. осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы также есть первичные изменения и вторичные изменения первичные изменения проявляются сотрясением ушибом и также последствиями сотрясения ушиба может быть первичная стенокардия первичный инфаркт миокарда первичный разрыв сердца также перикардит травматические породы сердца вторичная травматическая патология появляется как правило отсроченно превалирующее место которые занимают мусполительные процессы, такие как миокардит, эндокардит, но нередко возникает кардиомиопатия вторичная, вторичный инфаркт миокарда, вторичная посттравматическая стенокардия. Сотрясение является более мягкой формой, более легкой, чаще всего при закрытой травме сердца. Ушиб сердца заключается более тяжелым течением, более торпидным, медленным развитием клинической картины. Клинические формы первичного посттравматического инфаркта миокарда очень многообразны, однако среди них классически преобладает ангинозная форма в 70% случаев и чаще всего нетрансмуральные варианты повреждения обычной передней стенки левого желудочка. Вторичная стенокардия очень часто возникает на 4-20 сутки после травмы. В основе патогенезы могут лежать рефрикторные влияния, способствующие спазму коронарных артерий, особенно при черепно-мозговой травме, при контузии спинного мозга. И также может приводить к стенокардии относительно коронарной недостаточности, обусловленной гиповолемии, при шоке, анемии, интоксикационным синдромом. Вторичный инфаркт миокарда чаще всего развивается с 10 суток до конца первого месяца, и в основе его обычно лежит некоронарогенный некроз миокарда. Провоцировать это может ДВС-синдром, может быть другие причины, вазма-спазма, в средстве гемоконцентрации и в средстве тяжелой анемии. И по-прежнему приобретает ангенозная форма, может быть астматический вариант и гастрологический. Осложнение со стороны системы пищеварения чаще всего мерно происходит при ранениях живота, и также въезд спектра ангенозологических форм может быть от функциональных расстройств до эрозивно-вязвенных повреждений желудочно-кишечного тракта, обостояния предшествующей патологии, и возникновение колитов, гепатитов и других инфекционных процессов на фоне раневого сепсиса. Патология системы мочевого отделения управляет себя развитием вторичной нефропатии, также пио-нефитами, возможно прямое повреждение почек вследствие ушиба. Минно-взрывную патологию отличает более распространенное характер положения, более тяжелые травмы, отрывы конечностей, первичное поражение легких, баротравма, также поражение органов брюшной полости, полых и полимхематозных, в зависимости от того, прямое повреждение или воздействие взрывной волны, и конечно же барабанная перепонка тоже закономерно повреждается отменом взрывных ранений. На слайде продемонстрированы боеприпасы, боеприпасы взрывного действия, которые состоят обычно из заряда и детонатора. Оболочка предназначена для продления процесса детонации с целью увеличения мощности взрыва, также для формирования осколков с большой кинетической энергией. Собственно говоря, разнообразие и большое количество модификаций этих осколков объясняют причудливость поражения внутренних органов. По мощности различают большой мощности, средней и малой мощности, и большую опасность представляют боеприпасы объемного взрыва второго и третьего поколения с метановым зарядом. При срабатывании этого боеприпаса давление во фронте ударной волны на расстоянии 120-250 метров достигает 0,42 кг на сантиметр квадратный. И, конечно же, такая мощность воздействия приводит к кровоизъявлениям в головном мозге, легких, разрывам паренхоматозных органов, тяжелым тепловым поражениям и глубоким ожогам. Провеждающие факторы взрыва. Продукты детонации, ударная волна, звуковая волна, световое излучение, осколки, фрагменты взрывного устройства, специально поражающие средства, вторичные, повреждающие элементы. Различают также минно-взрывные ранения и минно-взрывные травмы. Значит, минно-взрывные ранения характеризуются непосредственным повреждением, поэтому, естественно, изрывной волны, минно-взрывные травмы, возникающие в результате, чаще всего возникают в результате метательного действия взрывных боеприпасов и воздействия окружающих предметов, а также в следствии заброневого действия взрывных боеприпасов. Чаще всего, как и при пылевых ранениях, повреждаются легкие в виде потрясений, ушибов, эмфиземы легких, также, возможно, пневмоторокса, вторичные пневмонии на 5-15 сутки после травмы. Эмфизема легких закономерно чаще, чем при пылевых ранениях. Воздушные булы, разрыв легочной ткани, дисминерные очаги кровоизлияния видны на автопсинном препарате. И картина эмгеновская видна внизу скава, повышенная эмфизема легких, практически воздушные, такие легкие, проявляют клинические себя приступами к операторному душу, кашлям, проливным потами. На втором месте закрытая травма сердца, в том же возможности трясения, ушиб, разрывы сердца. Ушибы почек достаточно чисты. В принципе, в примененном травме ушибы почек даже стоят на третьем месте. В геморфологическом среднем почек обнаруживается кровоизлияние в параметральной клетчатке, подкапсульные разрывы, кровоизлияние в корповое вещество почек. Клиника – это боли на стороне травмы, болезненности при поколачивании, дезурические расстройства. В 70% случаев отмечается макрогематурия и в 30% случаев острое почечное повреждение. Инфекционно-токсическая нефропатия чаще всего возникает на вторые-третьи сутки, усиливается по мере нарастания интоксикации. Вторичный пионефрит стоит ожидать на второй-четвертой неделе после травмы на высоте гнойно-резертивной лихорадки. Остродиффузный гламиронефрит нередко возникает на второй-четвертой неделе после травмы, проявляет в себя классические артериальные гипертензии, меренной аллегории, отеками, гематурии, цилиндовии. Экстравинальное проявление мочевого синдрома могут сохраняться даже 3-6 недель после тихания. Реже ушибы органов брюшной полости, ушибы толстого кишечника, тонкой кишки, поджелудочной железы, печени, желудка, надплощников. Коцентное соотношение представлено на слайде. Наиболее тяжело диагностироваться повреждения печени. При жизни только в 40% случаев, по данным аутопсии, только в 41% случаев было подтверждено клинически. Ушибы желудка, кишечника, сравнительно легко диагностируются, морфологически повреждаются, повреждаются различной степенью кровоизлияния, сирозную оболочку, гематомы в подсоединенном слое образовываются. И обычно есть такое правило, в результате первичного действия ударной волны повреждаются полые органы, свежащие газ от вторичного действия по римхематозному. Синдром длительного давления также включается в тематику лекции, но подробно разбирается на собственно. Спасибо за внимание.